Андрей Иванович Богданов родился в 1692 году в Сибири в семье мастера порохового дела. С переездом семьи в Санкт-Петербург поступил в гимназию при Академии наук. Указом Петра I был определён в службу к типографскому художеству. Работал в типографии Академии наук, а в 1730 году получил должность помощника в библиотеке Академии наук и прослужил на этом посту до самой своей смерти в 1766 году. Работая в библиотеке, Андрей Богданов собирал сведения о строительстве Петербурга, изучал архивные документы, опрашивал живых свидетелей Петровской стройки. Работа заняла около 20 лет и завершилась в 1751 году предоставлением рукописи в Академию наук. Но напечатано описание было только после смерти автора в 1779 году. Впервые на выставке представлен этот труд. По сути, первая петербургская энциклопедия. Куратор выставки Александр Госс рассказывает о незаурядной личности Андрея Богданова. Это интереснейшая, я бы сказал, такая многогранная личность. Его иногда даже ставят на уровень Михаила Васильевича Ломоносова. Я бы так не рискнул. Но без вот таких работников науки, большая наука просто никогда не двинулась. Потому что благодаря Андрею Ивановичу Богданову были собраны одни из первых, например, собрания пословиц. То есть он в области фольклористики отметился. Он первый библиографический, по большому счету, список составил. Так называемый камерный каталог библиотеки Академии наук, в который входило порядка 700 изданий. Это тоже его заслуга. Более того, он заложил основу для будущей работы в создании словаря русского языка. Это тоже трудами небогатого человека, который 33 года проработал в библиотеке Академии наук. До этого он порядка 12-13 лет в типографии работал. В 1930 году он попросился перевести его на работу в библиотеку. Потому что типография, во-первых, это тяжелая работа. А самое главное, как он писал в своем прошении, она не давала ему пищу для любопытства, которое ему природно свойственно. Богданов составил родословные русских князей, которые вошли в книгу Ломоносова «Краткий летописец». Андрей Иванович был и картографом, и рисовальщиком. Ведь его описания Петербурга украшают 119 иллюстраций, изображающих дворцы, дома, храмы, адмиралтейства, стройки. По завершению основного описания Богданов до самой своей кончины продолжал работать и написал дополнение, охватывающее историю города с 1751 по 1762 годы. Александр Госс цитирует слова Андрея Ивановича. Сие мои исторические описания якобы не весьма надобные, но впредь будущему роду может и услужительно потребуется. То есть вот на будущее человек родил, оставляя вот это вот первый путеводитель. Я бы сказал, это первая энциклопедия Петербурга, потому что как он был задуман, как он строился. Это справочник по архитектуре петербургской в первые полстолетия 18 века. Как он расширялся, это вот все можно в этом томике увидеть. Среди экспонатов выставки также раритеты, посвященные памятникам архитектуры первой половины 18 века. Ни один исследователь раннего периода истории Петербурга не может обойтись без обращения к трудам Андрея Богданова.